Ледовый дворец имени Владимира Петрова в Красногорске начали подключать к единой теплосети. К спортивному учреждению будут подведены стальные трубы в пеноминеральной изоляции, которые прослужат не менее 30 лет. Для здания будет построен индивидуальный тепловой пункт. Планируется в Красногорске тепловую сеть подключить к единой системе теплоснабжения округа. Это будет новая магистральная сеть, которая будет тянуться в сторону Волкаламского шоссе. Это 273 диаметр трубопровода будет. Будет новая тепловая камера, поэтому перебоев быть не должно быть. Сам спорткомплекс строится с тахановскими темпами. По словам подрядчика, сейчас идут пусконаладочные отделочные работы, которые выполнены на 40%. В холле будущей ледовой арены уже кладут плитку. В данный момент у нас получается, работаем в три смены. Если собрать всех, то это человек 700 получается. Техники 14 единиц. В здании будет сразу два катка. Один по стандартам НХЛ. Для тренировок и соревнований высокого уровня, за которыми с трибун смогут наблюдать 900 зрителей. Комплекс действительно получается хороший, знаковый. Это будет еще один большой, большой, серьезный объект. Две полноценные ледовые арены. Здесь будет наша, безусловно, школа нашего зоркого хоккейного хоккейства. По хоккею с мячом, я подчеркиваю. И, конечно, сейчас очень популярно занятие хоккеем с шайбой. Мы раньше этому виду не так много внимания уделяли. В здании разместятся также волейбольные, тренажерные залы, сауна, а также магазин спортивной атрибутики и музей великого хоккеиста Петрова. Работы идут с опережением графика, рапортуют строители. Завершить их планируют в ноябре этого года.